Всем привет, с вами канал Криптофлиперы и сегодня снова возвращаемся к сети Phantom или Phantom Network, если говорить правильно. И я вам расскажу, где можно сейчас фармиться на Phantom и где можно кроме дохода фармить аэрдропы. То есть использовать те приложения, которые впоследствии могут дропнуть свои токены. Почему Phantom? Думаю, что сеть для вас уже известна, знакома, в том числе благодаря видео Криптофлиперовой сети Phantom мы рассказывали. И сеть быстрая, достаточно приятная, много интересных проектов. Смотрите, да, к примеру, сейчас открыли статистику по сети Phantom. Вот лидеры Tom Finance, 808 миллионов, 124 тысячи TVL уже, Гейст, в принципе, отстает не так сильно, Спуки и так далее и тому подобное. Бифи тоже и знаете, да, Скрим, ну, собственно говоря, TVL в сети Phantom продолжает расти, поэтому не стоит это пропускать. Давайте начнем с того, что я вам расскажу, где я фармлю сам. Есть такой проект, вот он, собственно, лидер Tom Finance. Что такое Tom Finance? Tom Finance – это протокол, который разработал StableCoin, Tom, но StableCoin, который привязан в алгоритмическом порядке не к стоимости доллара или евро, а StableCoin привязан к стоимости FTM, то есть стоимости токена Phantom, что очень удобно, как вы понимаете. Помимо прочего, у Tom Finance есть еще governance token TomShare, который называется, и, в принципе, стоимость этого governance токена составляет уже 15 тысяч долларов. Ну, на минуточку, чтобы вы понимали, да, цифры. В общем, я сейчас пойду на самую крутую фирму, ну, я считаю, для меня она самая удобная, она называется ReaperFarm. Я о ней рассказывал в видео о Phantom, в первом видео о Phantom. И, смотрите, давайте мы выберем Tom. Вот он Tom предлагает, и, собственно, вот что мы можем здесь посмотреть. Так, значит, можно вложить токены ликвидности FTM Tom и получать доходность 1106% годовых, в месяц 22,7%, в неделю 4,89%, ежедневно 0,68%. Почему этот фарминг будет интересен? Ну, во-первых, потому что это относительно стейблкоины. Понятно, что Phantom сейчас, в принципе, достаточно умеренно волатилен, поэтому, конечно, риски здесь минимальные. Ну, как умеренно? То есть уже таких сильных просадок у Phantom нет. Соответственно, там, сегодня он доллар 55, вчера доллар 45, доллар 35. Ну, то есть более-менее мы назовем это умеренной волатильностью, нет уже резких провалов. И, учитывая, что мы сейчас в такой стадии рынка, когда сильные проекты будут чувствовать себя хорошо, как тот же Phantom, а слабые проекты будут сильно просаживаться, которые выросли на хайпе или на шилиге инфлюенсеров, к Phantom это к счастью не относится. Повторюсь, почему стоит выбрать ликвидность FTM-томб, просто потому что у нас это два стейблкоина, которые привязаны друг к другу. Ну, вот можно купить Phantom-томб на SpookySwap. Вот он практически, видите, практически равный. Один FTM это 0,94 томба, то есть томб чуть-чуть дороже. И, собственно говоря, вот то, что можно с умеренными рисками. После того, как вы купите, вы сделаете раздел «Ликвидите» и просто добавите. Здесь выберите, сколько у вас есть топа, сколько FTM, и потом внесете сюда, чтобы получать доход. По ReaperFarm, что интересно, что до сих пор у этой фермы нет токена, хотя в ней уже залочено 114 миллионов 430 тысяч долларов, согласно DeFi-ламе. И пока ReaperFarm ни разу не был взломан, к счастью, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Ну, риски фарминга вы понимаете. Так что, в принципе, по ReaperFarm, я думаю, пожалуй, все. То есть захотите пофармить именно для фарминга дохода, можете фармить. Если захотите пофармить ради получения потенциального аэродропа, также можете сделать следующий проект, который, в принципе, является кредитно-займовым протоколом. И он называется All of Finance. All of Finance – это сеть, которая объединяет различные взаимопротоколы, собственно говоря, SpiritSwap, Fuse, ApeSwap. Ну, то есть это Rari, да, вот понятно. Как видите, здесь у нас получается совсем-совсем небольшая ликвидность. На сегодняшний момент сейчас посмотрим. Так, 11 миллионов 497 тысяч всего лишь ликвидность. Ну, я скажу так, я лично перед записью этого видео просто пощелкал, у меня были остатки SpiritSwap. Те, которые я не флипнул, у меня так случайно осталось, потому что на SpiritSwap я осенью пока там был пятикратный рост, хорошо заработал. Но, в принципе, если вот оно показывает 1434 Spirit, то здесь все будет просто. Здесь можете supply, with drop, то есть допускаете в качестве коллатерала. И, собственно, давайте сейчас посмотрим. Total API, distribution API. Короче, ладно, откуда я это делать? Уже сделал. Ну, штука в том, что вот в Ola Finance просто там supply или занимать, я не знаю, нужно ли вам это или нет. Но тот факт, что пока сеть развивается, вот эта лендинговая сеть Ola развивается хорошо, и у нее нет токена, ну, пожалуй, это может быть достаточно неплохим вариантом для того, чтобы просто взять вот в сети Phantom, почему мы говорим, опять же, о сети Phantom, потому что это дешево, это классно работает. Взять обернутый биток, USDC, Spirit, там, ETH, BNB, USDT, Frex, MIM или Phantom, просто вот пощелкнуть, да, дать согласие протоколу на расходование, предоставить в качестве коллатерала, занять там какие-то 100 долларов, там, через 10 минут их вернуть, чтобы там, не дай бог, не потерять на 5 долларов, и это вам все обойдется условно, там, не знаю, в доллар затрат всего, и потенциально в будущем, возможно, будет airdrop. Не знаю, поэтому просто в конце еще раз повторюсь, что криптофлиперы не являются финансовыми или инвестиционными советниками, никогда не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять, потому что, конечно, децентрализованные финансы могут в любой момент риктовнуться, то есть вот эти все риперфармы, там, словно Ola Finance, вы можете остаться без ничего. Поэтому будьте внимательны, аккуратны, наш подкаст носит исключительно информационно-развлекательный характер, и у нас есть очень крутой телеграм-канал Криптофлиперы, есть канал Криптофлиперы WhiteList, есть чат, где обсуждаем разные идеи из комьюнити, делимся, и, в принципе, читайте нас, смотрите нас. Я думаю, что на сегодня, в принципе, все, что хотел вам кратко рассказать о фарминге дохода и фарминге аэродропов в сети Phantom, поэтому всем спасибо, всем пока!